День Города 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 А в 18-19-20-е Потихоньку Здесь вот Началось строительство А в 21-22 год Полностью Стройка Прекратилась В связи с судебными Рассмотрениями Сегодня Остов гаражного Комплекса стоит Но это заслуга Не первого подрядчика А уже второго Пришедшего ему на смену Если бы не судебное Разбирательство Говорят здесь Комплекс был бы уже построен Деньги инвестора На тот момент Были Но тяжба Все приостановила Тем временем Обычные пайщики Вложившие в стройку Почти по полмиллиона Своих кровных Уже близки к отчаянию И к подрядчику Подавшему в суд Отношение тут явно Недоброе А то эти суды Васильев Он уже надоел всем уже Не хочешь ты Ну ради бога Ты не мешай другим Как в любой стране Ну не мешай ты тогда хотя бы Чтоб люди достроились Чтоб мальчил И деньги вернул И деньги вернул Которую чтоб отдал Нет уже 60 лет Военный На пенсии В отставке Сейчас старше Второй раз уже На Украине тоже самое Как-то хочется Чтобы и осталось что-то И детям что-то Было нормальное Для них стараемся Всегда всю жизнь А тут получается Вот такую вот Пока что телефон Подрядчика недоступен Зато доступна История его деятельности Свою фирму Он регистрировал В свое время Именно здесь На месте стройки гаража И вот сейчас Почтой на этот адрес Стали приходить Постановления судебных Приставов На разные суммы И даже из других Регионов страны Видимо там Это фирма тоже Наследила Судя по всему Подача иска к пайщикам Это был такой Ход конем Заявленной суммы Должно хватить На покрытие долгов Вот и получается Что пайщики Теперь по сути Должны Дважды За работы Которые скажем так Даже сегодня Вызывают споры Спрос на ипотеку Начал восстанавливаться И даже показал Небольшой рост После достаточно Провальной В этом смысле Весны Рязанцы снова активно Берут ипотечные кредиты Почему Расскажем далее Больше 6 тысяч Ипотечных кредитов Взяли рязанцы Жители области Общая сумма Внушительна Почти 19 миллиардов рублей Сотрудники Банка России подсчитали Что за первые 9 месяцев этого года Спрос упал почти на четверть В сравнении с предыдущим Заметнее всего Падение было В апреле и мае Тогда банки выдавали По 800 миллионов в месяц Постепенно Вслед за снижением Ключевой ставки Банка России Условия кредитования Смягчались Так Средняя ставка По ипотечным кредитам В сентябре Снизилась до 6,5% Годовых Против 8,6% В марте 2022 Продолжали действовать Льготные Государственные Программы В результате В августе и сентябре Показатели По выдаче Составили 2,7% И 3,1% Миллиарда Рублей В месяц В среднем На покупку жилья Жители региона В банках Так В фестиваль В праздничной В праздничной В праздничной В праздничной В фестиваль 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 Рублей и на выставках 75-летию со дня рождения художника девятая по счету в залах Рязанского художественного музея. Задуманная еще автором, она, к сожалению, состоялась через полгода после его ухода из жизни. Планируя свой очередной юбилей, Виктор Минкин хотел показать созданное за последние пять лет, но теперь кураторы сочли необходимым включить в экспозицию ряд более ранних работ из фондов музея. В итоге в экспозицию вошло около полусотни живописных произведений, позволяющих проследить изменения в творческом почерке художника, его эволюцию. Начиная с 90-х, с 93-го года, когда состоялась первая персональная выставка Виктора Минкина в Рязанском художественном музее, мы показывали его каждые пять лет. И каждые пять лет это был новый праздник живописи, новые темы, новые образы, новые работы. Хотя художник был очень традиционен и в своих стилистических приемах и выборе сюжетов. Его можно назвать продолжателем русской реалистической живописи, пейзажной живописи. Традиции мы можем здесь увидеть и Саврасова, и Левитана, и Архипова, наверное, прежде всего, Абрама Архипова. Виктор Минкин родился в Путятинском районе Рязанской области, и природа родной деревни частенько узнаваема на его полотнах. Пейзаж вообще занимал центральное место в творчестве Минкина. Сдержанная красота природы среднерусской полосы, воздух и пространство – главные атрибуты его пейзажей. Для мастера характерна лаконичность образов и композиции, утонченный вкус, особая прозрачная цветовая гамма, воздух, который можно почувствовать физически, атмосфера, состояние. Художник жил очень аскетичной жизнью. Жил в своей мастерской, занимался исключительно своим творчеством, своим искусством, делал выставки. И после его ухода, конечно, нам будет очень не хватать этого уровня. Произведения, которые остались в фондах нашего музея, они сформируют цельную такую коллекцию произведений нашего мастера. И, возможно, мы лелеем такую мечту, что лет через 20, может быть, к столетию Виктора Минкина. На Рязанской земле будет музей рязанских художников, где часть этого музея будет занимать работы Виктора Алексеевича. Ноты душевной сокровенности, одухотворенности образов присущи портретам близких по духу людей. В современниках художник видит прежде всего индивидуальность, неповторимый характер и темперамент. Созерцательность, рассмотрение мироздания в единстве природы и человека, предметы и окружения – это своеобразная философия Виктора Минкина. Последние десятилетия его живопись приобрела особую легкость, воздушность и светоносность. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин